Куда богатые люди тратят? Яхту или кутеж там какой-то? Софтбанк, конечно, влип. Ни хрена себе, 20 миллиардов долларов. Норман попутал берега. Падает спрос на бензин, конец эпохи нефтяных стран. Геморрой. Мы предпочитаем сидеть на печи и ничего не делать. Так, все сворачивайте, начинаем это другим заниматься. Друзья мои, традиционные компании терпят несовместимые с жизнью убытки. Работающие бизнес-модели устаревают прямо вот в моменте, прямо вот. И только скорость принятия решения и точность принятия решения позволят тебе не попасть в ловушку вчерашнего дня и совершать выгодные шаги без потерь. Так, открывай свой смартфон. Заметки. На связи Игорь Рыбаков. Твой проводник в мир большого бизнеса и в мир больших денег. Это новый обзор на моем канале. Включай мозги. Поехали. Число долларовых миллионеров в России увеличилось на 43 процента за год. Вообще я люблю, когда богатых людей становится много. Только я бы очень хотел, чтобы пополнение числа миллионеров происходило не за счет сокращения списка миллиардеров. К середине 2019 года в России насчитывалось 246 тысяч долларовых миллионеров. Хотя еще год назад их было 172 тысячи. По данным Credit Suisse на долю 10 процентов самых богатых россиян приходится 83 процента суммарного объема личного благосостояния жителей страны. Слушайте, вот это все монкирование прессы, которая говорит, сколько капитала размещено у богатых людей, сколько у не очень богатых, какое соотношение, вот это много, вот это вот обсуждение. Все это полная ерунда, на мой взгляд. Потому что важнее не это, а важнее то, куда богатые люди тратят или инвестируют свой капитал. Вот, например, если богатые люди повышают зарплату своим сотрудникам, это объективно хорошо. Если богатые люди инвестируют и создают улучшения в школах, в больницах, там любые вложения в социальную инфраструктуру, это хорошо. А если богатые покупают очередную яхту или кутеж там какой-то там на Мальдивах или на Бали закатывают, ну это вот само собой мне очень не нравится. Вообще меня поражает вот эта постоянная дискуссия в средствах массовой информации, что основой общества является средний класс. Во-первых, мне слово средний не нравится, но ни туда ни сюда смысле. Основой любого общества являются богатые люди, преуспевающие люди, которые инвестируют в улучшение, в укрепление социальной инфраструктуры. Да, это действительно опора и основа любого общества. Как в Швеции, например, как в Норвегии, например, как в Дании, как в Германии. Например, в Германии приезжаешь, там очень много больниц построено богатыми людьми для города, для деревни, для села. Там очень много школ созданной, построенной, опекается за счет семейных фондов очень богатых людей. Так это же нормально. Поэтому я категорически против называния богатых людей средними и я категорически против того, чтобы небогатые люди метили в средние. Я еще раз говорю, все небогатые люди должны метить сразу куда? В богатые. Богатство и бедность, вообще говоря, это не про деньги, это про то, отказываем ли в себе в том, на что имеем право или берем то, что нам по праву принадлежит. Основатель сети coworking и work Адам Нойман перестал быть миллиардером. Айфонский софтбанк получил полный контроль над бизнесом. В смысле перестал? Они же ему 100, они же ему миллиард отгрузили баксов. А, да, и весь этот миллиард уйдет в раздачу долгов. Японская компания софтбанк потратит 3 миллиарда долларов на выкуп акций у сотрудников, инвесторов и у основателя стартапа Адама Ноймана. Я бы сказал ранее, что это самый раздутый мыльный пузырь, он громко лопнул и подешевел 6 раз. На самом деле вы знаете, чем больше шкаф, тем громче падает. Казалось бы, у Адама Ноймана такой вот фейл. На самом деле это не фейл, ребята. На самом деле Адам красавчик. Мало того, что он создал индустрию, новую индустрию, гибкие офисы, смарт-офис, он теперь становится легендой этого рынка, потому что он удачно выкрутился. Второе. Софтбанк. Софтбанк, конечно, влип. Это гигантское репутационное воздействие на тот 100 миллиардный фонд, который собирает и собрал уже софтбанк, потому что WeWork была существенным, так сказать, активом в этом фонде. И то, что софтбанк вынужден сейчас доложить еще 3 миллиарда долларов в компании, это, ну, это невероятное вообще решение. И софтбанк идет на него исключительно потому, что если он на него не идет, судьба 100 миллиардного фонда, который собрал софтбанк, ну, точно под вопросом. Соответствующее предложение японской компании одобрил совет директоров стартапа, отвергнув конкурирующее предложение от JP Morgan Chase & Co. Джеймс Даймонд, председатель совета директоров, генеральный директор JP Morgan, решил разрушить дуополию Goldman Sachs и Merlinch. Как известно, эти две компании, два инвестиционных холдинга, они реально царствуют на рынке IT стартапов, IT-единорогов. И вот Джеймс решил в пику им разорвать эту дуополию и вывести, значит, не айтишный стартап, да, самый дорогой в мире. Джеймс решил, что почему-то этим стартапом будет WeWord. Поэтому Джеймс долгое время науськивал Адама Ноймана, чтобы тот ставил какие-то невероятные оценки, вел себя супер-мега агрессивно, забирал все здания по миру ради, ради надувания вот этого пузыря для того, чтобы сделать IPO. Джеймс JP Morgan поставил на карту все, он обещал Адаму Нойману провести это IPO за 47 миллиардов. В результате Джеймс взял, разогнал Ноймана, что, ну, на самом деле, Нойман попутал берега. То есть, на самом деле, Нойман под воздействием, я не знаю, там, текилы, которую он, конечно, любил, да, и под науськиванием Джеймса он решил почему-то, что WeWord — это вообще центр мира. Тут дошло до смешного, что как-то Адам Нойман вдруг решил, что ему надо срочно стать президентом Израиля. Не получилось, Джеймс. Софтбан будет реализовывать свою стратегию с WeWord, а JP Morgan придется искать новую цель для того, чтобы разорвать дуа-поле Goldman Sachs и Merlinch. Джеймс, не расстраивайся, у тебя будут еще IT-единороги, и один из них, может быть, это та компания, которую я сейчас создаю. Пускай ту компанию, которую я создаю, будет твоей барашкой, которую ты возьмешь для новой цели — разорвать дуа-поле Goldman Sachs и Merlinch. Я тебе напишу личное письмо, и когда это письмо тебе придет, Джеймс, ответь мне в личку. У меня просто полный шок. Создатели игры League of Legends заработали 20 миллиардов долларов и теперь рискуют всем, чтобы повторить свой успех. Так, все, сворачивайте, начинаем другим заниматься. Ладно, я доделаю новости, и потом пойду что-то в киберпространстве делать. Культовая видеоигра League of Legends сделала мультимиллионерами своих разработчиков и заработала 20 миллиардов долларов, еще раз, долларов, не рублей, выручки и превратилась во влиятельную киберспортивную дисциплину. Но под напором молодых конкурентов хит-студии Riot Games создает позиции. Я вот чувствую, что-то на рынке не то происходит. Вот как не приду домой, у меня дети тоже там зависают в играх, вот все, то есть видимо вокруг нас происходит что-то невероятное. То есть виртуальный мир, он уже в общем-то не виртуальный, реальные люди сидят и просиживают огромное время, занимаясь вот этой гиберспортивной вот этой штукой. Покупая в этих играх какие-то там улучшения там в амуниции, в оборудовании, покупая даже товары там, я вижу чем занимаются там люди. Давайте посмотрим, что говорит один из основателей студии Riot Games, которая League of Legends разрабатывает. У нашей интеллектуальной собственности 200 миллионов поклонников, гордо заявляет Merrill. Мы понимаем, какого уровня ожидания на нас возлагает и верим, что нынешний успех лишь вершина айсберга. Ни хрена себе вершина, 20 миллиардов долларов. Мы как звездные войны в начале пути, только вместо фильма у нас игра. Я вот сейчас вот срочно после этого выпуска все закрываю с часа на четыре, да, Google, Яндекс, в общем все, да, изучаю. Представляете себе, 200 миллионов людей играют в один пул сценариев одной игры. Во-первых, конечно, это позволяет создавать невероятные комбинации такой интерактивности, потому что люди приходят, используют тулсы из одной игры, там вместе вот они там строят города, выполняют задания и так далее. Это такая, так называемое, поле единого коллективного моментального опыта. В принципе, именно такие конструкции в будущем создают огромные предпосылки, что люди будут взаимодействовать друг с другом через, так называемые, игровые интерфейсы. То есть они даже будут не знать имен друг друга, кто где, кто из какой страны, какой конфессии, какого там вероисповедания, кто какой там профессиональные там компетенции, они будут взаимодействовать в игре вот по этим игровым сценариям. Поэтому на самом деле мне это чрезвычайно очень интересно, даже не с точки зрения игры, не с точки зрения времяпрепровождения, а именно с точки зрения, как задействовать тысячи, десятки тысяч или даже миллионы людей по какому-то сценарию для выполнения какой-то миссии, где нужны такие огромные количество людей. Это та самая новая реальность, которая нас окружает, но мы слишком поздно иногда ее начинаем чувствовать. Если ты взрослый и ты до сих пор ругаешься, что твои дети зависают в этих кибер-играх, перестань это делать. Давай возьмем, пойдем заведем аккаунт, сами начнем играть, давай освоим это пространство и извлечем выгоды для себя. Давай это сделаем. Все, я так сделаю. Интересно, если ты против, напиши мне, а если ты за, тоже напиши. Так, ребят, кто меня внимательно сейчас слушает, у того финансовый счет начинает расти в 10 раз быстрее. Благодарить меня не надо. Денег тоже, кстати, не надо. Просто возьми сейчас, подпишись, поставь колокольчик, да, все. Окружи себя умными, быстрыми, теми, у кого получается. Тем временем в России резко снизился спрос на бензин, но дожили. В России рекордно упал спрос на бензин. С января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на один процент к аналогичному периоду 2018 года. Почему падает спрос на бензин в России? Здесь два направления ответа. Первое. Все сетуют на экономическую составляющую, что, мол, доходы населения падают, поэтому ездят меньше и так далее. Отчасти это действительно так. То есть я знаю очень много домохозяйств, которые, ну, сократили поездки на машине по причине бабосиков, да. С другой стороны, например, в Москве потребление бензина резко снижается, потому что люди, ну, банально пересаживаются на общественный транспорт. То есть те, кто раньше имел машину, я знаю, фанател от машины, отказываются от машины. Я недавно в Рязань ездил, например, на машине. Пока я из Москвы выехал, пока там бронницы проехал, пока туда заехал, в общем, прошло четыре с половиной часа. Спина заболела, ну, прям все заныло. Ну, что такое? Вместо этого я пришел на вокзал, сел на поезд. Два часа комфортного, так сказать, купе. Я в Рязани. То есть на самом деле, я вообще не знаю, может быть, это какой-то такой тренд. То есть по мере развития общественного транспорта, ну, рост спроса на бензин, ну, в общем-то, становится. Это нормально. Ну, и особо хочется сказать о том, что вот об этих крупных нефтяных компаниях, у которых, понимаешь ли, доходы падают. Думаю, что это хорошо, что у них доходы падают. Потому что как только у крупных компаний что-то случается, это сигнал. Это мощный сигнал для того, чтобы крупные компании нашли следующую нишу, из чего извлекать супер-мега прибыль. Многие эксперты говорят, что это вообще конец эпохи нефтяных, так называемых, стран. Арабской республики или России, или там Норвегии. Я с этим категорически не согласен. Ерунда полная. Углеводороды будут в доминации много-много-много лет. И не только по причине топлива для автомобилей, а по причине тюнового синтеза, химии, полимеры и так далее. Огромное количество индустрий в мире задействовано и основано вообще на углеводородном сырье, на нефтях. Вы уже поняли, да, я мечтаю, чтобы везде был общественный транспорт, везде были все эти такси, каршеринги. И чтобы доля личного транспорта уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась. И чтобы, вообще говоря, даже летающие такси вы появились. А вот, кстати, новость. Летающие такси становятся реальностью. О, на ловца и зверь бежит. Немецкий авиационный стартап Lilium объявил о завершении первого этапа испытаний своего пятиместного воздушного такси Lilium Jet. Он также открыл новый завод площадью 3000 квадратных метров в своей штаб-квартире в Мюнхене и планирует построить еще один. На испытаниях самолета развил, кстати, скорость 100 км в час. И руководство Lilium планирует запустить коммерческие рейсы в 2025 году. Только-только мне показалось, что это вот какая-то реальная новость. Но мне кажется, это очередной фейк типа вот Илон Масковских, значит, полетов на Луну, на Марс и так далее. Что, значит, открыть маршруты в 2025 году? Это означает сейчас, значит, собрать деньги, потом, значит, пять лет-шесть, значит, там, кормить инвесторов, значит, завтраками. А в 2025 году, как Илон Маск делает, объявить, что опять откладываем. Вообще, как они пытаются продемонстрировать, что это не фейк? Смотрите, что они даже назначили цену на маршрут из Манхэттена до аэропорта Джона Кеннеди, кстати, в Нью-Йорке. И объявили за это 70 долларов. Ну, в принципе, примерно столько стоит на тачке доехать. Ну, на тачке, там, где-то ехать надо час-полтора, такси займет, ну, от силы, там, семь-десять минут. Конечно, это очень удобно. Я же сейчас на вертолете летаю. Это просто труба, чтобы научиться на вертолете летать. Это надо 100 часов пилотирования, 200 часов теории слушать и то, потом сдать этот жесточайший госэкзамен и так далее. Честно говоря, геморрой. Поэтому я за летающий такси. Ну, вот, ну, расстраивает меня то, что очень похоже на фейк. В прошлом выпуске я обещал открыть рубрику «Мысли миллиардера». Пришло очень много заявок. Читал, пытался выбрать, вообще запутался, но выбрал. Итак, вопрос от девушки Альяна Полынь побеждает. Почему Российская Федерация бедная страна? Хочется жить в стране, где единый народ. Вы богаты, говорите, что стали богатым при помощи общества. Живя в нашей стране, имея огромный бизнес, почему же вы в Петербурге не сотворили дождь из рублей, а из долларов? Альяна и дорогие подписчики. Ну, первое, отец передал мне доллар, да, и я решил повторить поступок моего отца, который сказал мне, возьми, умножь, передай другим. Я взял тоже доллары и передал. Сейчас, сейчас что-то будет, ребята, непонятно. О, ***, ***, ***, ***, вот сумасшедший. Но это не главное. На самом деле главное ответить, мне кажется, на вопрос Альяны по поводу, почему Российская Федерация бедная страна. Я не считаю Россию бедной страной. Бедность, на мой взгляд, это тогда, когда люди приговаривают себя к такому состоянию, что с нами никогда не случится то, чтобы нам нравилось, как с нами происходит. Нет, мы так не считаем. Вот я задаю тебе вопрос. Ты считаешь, что ты достоин более богатой, более счастливой жизни? Я уверен, что каждый скажет «да». Я тоже говорю «да». На самом деле, смотрите, индивидуальный потенциал людей, живущих в России, феноменальный. Ну, вы же знаете, все олимпиады по физике, все олимпиады по программированию, все олимпиады по математике, все выиграют люди из России или бывшего Советского Союза. Индивидуальный потенциал людей, живущих или рожденных в бывшем Советском Союзе, сильно превосходит средний уровень в мире. Вы же знаете. Другой вопрос, что коллективный потенциал у нас, ну, надо честно признать, слабенький. Ну, вот мы не можем объединяться в эффективные конструкции компании, которые горы сворачивают или строят очень эффективные какие-то компании. В этом у нас проблема. Ну, не то чтобы нерешаемая проблема, но это требует очень много времени. Научиться работать вместе. Не в одиночку сидеть, обносить себя забором и говорить «вот я тут вот сделал, вы там вот давайте». Нет. Понимаете, как у нас есть особенность. Мы предпочитаем сидеть на печи и ничего не делать, пока гром, например, не грянет. Вот не будем ничего делать, когда уже вот, ну, вообще вот, вот тогда вот встаем, разминаемся и только тогда идем. Или когда, если у нас что-то получилось, мы считаем, что это вот у нас получилось. Да, не общество дало нам возможность, чтобы у нас получилось. Нет, это у нас получилось. Отгораживаемся большим-большим забором от всех и вот охраняем свое состояние. Ну, почему так? Ну, привыкли мы так. Ну, все это мы поменяем. А тот, кто будет так жить, сидеть на печи, ничего не делать или за чистоколом в остроге, так сказать, хранить себя будет, ну, ребята, что могу сказать? Это самая небезопасная позиция, которую я знаю. Итак, если тебе понравилось это видео, подпишись на мой канал. А если тебе не понравилось это видео, тоже подпишись на мой канал. Ведь если ты не подпишешься, ты можешь пропустить что-то очень важное. И тот, кто тоже хочет на твое место, может оказаться на нем раньше тебя. Подпишись на мой канал, и ты никогда не пропустишь проплывающие мимо тебя возможности. Развлекайся с умом!